добрый день рада приветствовать вас на своем канале сегодня у меня третья часть моих запасов которые были открыты так можно сказать и первое что и так много сегодня но интересное я думаю вам понравится и первое что я хочу вам показать это вот такой соусник английский английское производство все знаете да уже в этом часто встречалась вам но вот такого я честно никогда не видел мне понравился очень рисунок он был один мне понравилось то что в основном это посуда английская она очень такая массивная до тяжелая этот соус ник он ну довольно таки легкий я его просто один купил он один стоял без комплекта я его взяла он мне очень понравился и вот он у меня стоял я им никогда не пользовалась он просто у меня был за того чтобы он мне понравился не знаю почему ну вот как-то к нему легла у меня душа вас начала уже за грохот многим не нравится это с английской посудой вот у меня еще есть вот такие вот маленькие розеточки розеточки правильно честно сказать не могу вот такие вот небольшие и всего три штучки они такие милые тоже не очень тяжелые такие легкие вот здесь такая вот видите выпуклость идет кайма такая вот симпатичные тоже для небольшого какого-то там если сервировку делать стола то можно сюда и горчицу положить какой-то соус там вот их всего три штучки а эти еще в этот видимо оставшиеся были в коробке мини салатницы вот они очень-очень кстати удобные они они красивые они очень легкие и вот когда сервируешь стол честно я люблю вот такой мелкой посудой пользоваться сюда можно положить что угодно такие вот у нас по крайней мере в нашей семье вот часто у мамы много было вот такой вот такой вот посуды она у нас основном было вот кто помнит японская фарфор японский был очень красивый он очень удобный был и вот у мамы вот такие вот очень много было сосни кида вот такие вот у меня тоже неплохие чисто белые кайма идет золотая они тоже обса они абсолютно новые перевернула это шуман у нас их всего шесть штучек такие вот я не знаю они они вроде бы как обычные в то же время они очень милые я как-то брала то что мне было как-то вот ложилась на душу эти тоже абсолютно новые видите у них даже нету часа сделаю так видите никаких царапин это абсолютно новая посуда смотрите какой выпуклый рисунок еще помимо того что идет краска еще и выпуклость фарфора здесь все золотом сделано кайма идет матовое золото приглушенное а здесь блестит а ну я вот их купил и ну вот понравилось мне так здесь еще есть такая побольше соусник тоже это английская вот тематика по моему вот с этим сейчас я поближе подойду такой рисунок да это вот как комплектом идет большой и маленький но не такой сильно большой вот этот прям салатик можно сюда положить этот можно положить соус очень такой видите здесь еще кайма вот здесь такая здесь если на маленькую идет сбоку то на большом сбоку нет он идет вот здесь и такая каемка они у меня сейчас еще запакованы вот такие вот тоже салатники маленькие их 4 штучки кто любит именно вот такую вот посуду с пейзажем добро пожаловать в инстаграм в контакт они вас там будут ждать и и то что у меня еще есть из фарфу из фарфоровых изделий это пивные кружки конечно это не коллекция как у эдуарда я еще не знаю даже когда к нему туда пойду эти кружки снимать это только мои но это которые я покупала которые мне очень понравились просто как вот сувениры да я вам сейчас покажу потому что когда я озвучила что у эдика в квартире очень много пивных кружек тоже сувенирных кто-то мне написал что рады бы увидеть эти кружки потому что у кого-то муж их коллекционирует и вот сейчас я вам покажу свои и всего две штуки ну правда есть у нас еще но они запакованы и честно даже не знаю где они это вот такая вот это господи даже название это не могу прочитать нет не могу читать берка когда что в начале непонятно идет герб этого города и рисунок такой вот роинберг что ли у меня еще одна была такая кружка по моему с нашим городом городом байрой там я ее подарила эту кружку и вот такая вот красавица эти кружки встречаются очень редко их очень много продают в этом сувенирных магазинчиков она довольно таки большая это по моему даже на литр идет кружка это на пол литра это на литр и когда я подходила чтобы купить есть еще вот такие вот огромные вот знаете они прямо красавцы такие стоят там аж дух завораживает даже если вы не любите пиво пройти от этой красоты пивных кружек ну невозможно вот этих сувенирных магазинчиков особенно в бамберге это не передать ну конечно ценные там кусаются это но это просто надо видеть вот такая вот она она довольно таки тяжелая вот это сувенирная такая у меня было поменьше немножко она уже продана и и купили вот сейчас я подальше так поставлю и в заключение хочу вам показать несколько изделий из металла я опять озвучу что живя в узбекистане мы привыкли к таким вещам индийского много у нас дома было тогда это модно было я покупала и у меня есть такой такой не знаю зачем я его купила ну вот захотелось не маленький такой кувшинчик но есть люди которым это очень нравится не покупала вот такие вот это индийские мельхиоровые я так понимаю чай в них естественно не попьешь это скорее всего как коньячные они идут раньше же помните продавались маленькие наборы для коньяка прям вот мизерные маль маленькие такие знаете как на персточки были рюмочки из которых люди пили коньяк и я подозреваю что здесь это тоже самое потому что горят металл если налить сюда что-то или кофе или чая это невозможно будет пить и во-первых это все нагреется скорее всего это для спиртного посмотрите какой рисунок клеймо стоит здесь что это индия этот этот внизу на ножки их 6 штучек у меня я еще покупала к нему поднос поднос тоже очень красивый вот только я пока его не могу найти этот поднос такие у меня они малышки красотулечки маленькие и есть у меня два изделия когда я купила это серебряные но вот эту штучку я нечаянно поломала ее я отдам своему брату двоюродному он здесь поставит заклепает просто и все это лопатка для горячего она сделана как ножницы сейчас я поставлю камеру вот так покажу посмотрите какой рисунок на этой лопатке ручки все резные это для горячего она работает как ножницы как щипцы вот и вот такая вот лопатка для торта посмотрите какая она красивая сейчас я камеру подниму вот так положили и лучше вам покажу посмотрите она во первых очень старая с обеих сторон идут такие видите как будто как зубчики с этой задней стороны тоже идет рисунок весь рельеф такой я ее покупала вот эти вот щипцы и вот эту лопатку на флоу марксе у одной старой бабушки покупала посмотрите какая она прямо вот под торт вот моя коробка с запасами закончилась есть еще конечно но я не подберусь туда пока там наш подвал киллер наш не освободится кладовка наша только потом она в самом углу у меня эти коробки стоят есть что еще показать но терпение пока большое терпение буду пока ходить снимать в реген богин кстати мой егорка сказал что у нас в центре где-то открыли еще социальный один магазин может быть завтра я туда еще и схожу и там съемку сделаю если можно будет так что будет что снимать кстати 6 числа будет большой флоу марк здесь неподалеку городок есть где я снимала кстати полина тоже собирается туда приехать и я поеду тоже я уговорю своего бывшего мужа меня туда увести ну в принципе его уговорит это долго и не надо я попрошу он это и сделает здесь даже разговоров нет и обязательно надеюсь что будет хорошая погода сегодня у нас не пойми что все затянуло с утра вроде так хорошо было сейчас все затянуло прям наверное уже идет дождик я не слышу но я здесь все закрыла и обязательно я буду стараться ездить на эти флоу марты и делать для вас съемки а сейчас вот сегодняшнее видео на этом вот заканчивается на моей посуде заходите ко мне по ссылке в инстаграм в контакт я выставлю там фотографии пишите комментарии я рада любым комментариям плохим хорошим хорошим конечно больше вот так сейчас поближе я еще раз обзор сделаю что вы посмотрели и закончу свое видео такие еще маленькие малышки так до новых встреч пока пока